Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о некоторых приемах при посадке картофеля, которые помогут нам избавиться от некоторых заболеваний, профилактировать повреждения колорадским жуком и другими насекомыми вредителями, в том числе почвенными, и вырастить богатый, хороший и здоровый урожай. При посадке картофеля необходимо обращать внимание на здоровье самого клубня. Мы об этом говорили в нашем прямом эфире и выпуск сохранен на канале Процветок, о признаках заболеваний на клубнях и о том, как необходимо протравливать клубни перед посадкой. Если вы высаживаете картофель и думаете, чем заправить вашу лунку, то самым плохим вариантом и самой плохой идеей является зола. Зола обладает щелочной реакцией. При этом такое заболевание, как обыкновенная парша, будучи бактериальным заболеванием, не грибным, против которого фунгициды не действуют, имеют содержащие препараты, практически неэффективны, будет очень хорошо развиваться на землях, которые удобрены золой, особенно если картофелина положена на эту подушку из золы, а также если совсем недавно проводились мероприятия по раскислению почвы. Напротив, если обыкновенная парша является проблемой на вашем участке, или же совершенно недавно вы вносили золу под перекопку, или же проводили мероприятия по раскислению почвы с звездковыми удобрениями, в этом случае в лунку при посадке картофеля необходимо обязательно положить аммиачную селитру. Это и физиологически, и химически кислое удобрение, которое создаст благоприятные условия для развития картофеля, поскольку является источником азота и серы, а также создаст невыносимые условия для развития вот этого опасного заболевания картофеля. Кроме того, в лунку очень и очень не помешает положить табачную пыль. Разумеется, что эта табачная пыль должна быть в чистом виде, поскольку сейчас имеется табачная пыль, также смешанная с звездковыми удобрениями, либо же с золой, поэтому избегайте такой табачной пыли при обработке клубней картофеля и при закладке в лунку. Закладка в лунку небольшого количества табачной пыли, а это примерно чайная ложка табачной пыли на каждый клубень, поможет избавиться от первичного повреждения и нападения колорадским жуком, а также поможет избежать нападений различных почвенных вредителей, таких, например, как проволочник, который очень часто повреждает растения картофеля, особенно на запырьеванных участках, а также на участках, на которых недавно располагались травы. То есть, если поднимался дерн, если пошла перепашка дерна, травостоя, то в этом случае проволочника там будет очень и очень много. Кроме того, в лунку, в которую вы высаживаете картофель, не лишне положить чайную ложечку семян льна. Чайная это минимум, вы можете положить и больше, но минимум чайная ложечка на каждый клубень. Дело в том, что семена льна содержат значительное количество веществ, которые при разложении дают соединение цианистого характера, который губительно также действует на многих вредителей. Кроме того, прорастающие семена льна, а после посева картофеля, очень стоит засеять этот же самый участок и льном, конечно, в том случае, если вы не используете гербицидные препараты для контроля сорняков, такие, например, как лазурит или что-то еще, посеете поверху, прям как сидерат, семена льна. Даже если вы уже не заложили в лунку то, о чем я сейчас говорю, и вообще майские праздники самый лучший период и самый традиционный период для массовой посадки картофеля в умеренной зоне, поэтому кто-то, возможно, уже и опоздает с просмотром этого ролика в текущем году. Ничего страшного, удобрите ваши посадки сульфатом аммония, а если вы закладываете его в лунки, то тоже не более одной чайной ложки на каждой клубе, неравномерно распределенной по лунке или по зоне выращивания закладки этого клубня, просто посеете сверху семена, разровняете грабельками, еще как-то его заделайте и пусть он там растет. Во-первых, он создаст значительную конкуренцию для сорных растений, а во-вторых, после того, как придет время первого окучивания ваших посадок, вот эти погибающие стебли льна также станут источником защитных веществ для картофеля, как от некоторых болезней, так и от колорадского жука. Известно, хорошо известный факт, что посадки картофеля, защищенные стеблями льна, в том числе погибающими стеблями льна, имеют шансы повреждаться колорадским жуком даже без химических обработок, ниже уровня экономической вредоносности, порога экономической вредоносности колорадского жука. То есть он будет, этот колорадский жук, но количество этого колорадского жука не повлияет существенно на продуктивность самого картофеля. Используйте обязательно этот прием при выращивании картофеля, и у вас все будет хорошо. Вы получите самый настоящий природный экологический огород. Что ж, надеюсь, эти небольшие советы помогут вам в выращивании здорового урожайного картофеля. На этом я прощаюсь с вами, чтобы не пропускать наши выпуски. Обязательно подписывайтесь, с нами интересно, и впереди очень много интересного. До новых встреч!